Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер и сегодня я открою вам большой, но банальный секрет высокой физической подготовленности. Что бы вы ни делали, тренируете вы силу, тренируете вы выносливость. Есть один большой, но банальный секрет. Банальный, потому что все в этом слышали и все вроде бы и сами могут додуматься до этого, и сами вроде бы знают, но почему-то постоянно наступают на эти грабли. Почему-то многим кажется, что для того, чтобы иметь, к примеру, супер выносливость, супер силу, нужно супер много пахать, много-много, и чем больше, тем лучше. Надо взять программу тренировок какого-то супер большого чувака, который много тренируется, какого-то профспортсмена, и делать то же самое, что делает и он. Но получается вот какая фигня. То, что вы получили определенную физнагрузку, это хорошо, но нужно еще и восстановиться. Поэтому если вы не будете успевать восстанавливаться, то перетренированность, вся ваша переработка будет работать против вас, и вы будете убивать свои суставы, убивать свое сердце, убивать свой организм, будете быстрее стареть, быстрее истощаться, терять силы, здоровье, и вы будете ненавидеть все, что связано с физической активностью, с физическим трудом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если включить мозги и грамотно построить тренировочный процесс, то становится очевидным, что нужно всего лишь понизить дозировку физической нагрузки. Вот и все. Вот и весь секрет. То есть, вам всего лишь нужно найти оптимальное соотношение физнагрузки к восстановлению. То есть, вы должны успевать восстанавливаться, восстанавливать то, что вы потратили. Вот. Если вы это будете делать, то если вы сможете поймать баланс на вот этих вот двух, таких вот неустойчивых плоскостях, то вы будете работать немного, ну как немного, умеренно будете работать, не супер много, и у вас почему-то будет прогресс, прогресс физической подготовки. И те люди, которые, ну какие-то ваши знакомые, которые пашут там за пятерых, до полуживого состояния, до 27-го фото, будут офиговать. Как так? Ты вроде бы лентяйничаешь, и почему-то у тебя прогресс. А я вот вкалываю, как сволочь, и у меня нет прогресса. Все просто. Нужно просто успевать восстанавливаться. Вот в этом как раз-то и самый основной секрет тех ребят, которые профессиональные спортсмены, которые много работают. Секрет не в том, что они могут много работать. Секрет в том, что они могут восстановиться быстро. Ну, конечно, там идут в расход определенные, определенная фармакология, но даже не это самое главное. Самое главное это то, что спорт – это их работа, это их работа, это их основные занятия. И часто бывает так, я об этом уже говорил в 800 раз, у меня уже язык будет это повторять. Но когда вы молодой орел, у которого нет никаких обязанностей, не женат, учишься, особо никаких забот, тебя содержат родители, либо ты живешь на стипендию, ты учишься, тренируешься, все классно, все легко, жизнь такая легкая, и все хорошо. Ну, либо же ты просто живешь в свое удовольствие, работаешь на какой-то там работе, либо у тебя есть небольшой бизнесец, ты особо не напрягаешься, особо не тратишь на это время. Как-то так сложились обстоятельства, что у тебя много свободного времени, ты пошел себе не спеша, потренировался, поспал, отдохнул, восстановился и так далее. Да, все классно. Но потом приходит кризис, например, и нужно очень много работать, чтобы заработать там какие-то деньги, чтобы отстоять те позиции, которые ты себе выставил, чтобы там содержать семью и так далее, и так далее. И тогда ты не успеваешь восстанавливаться. И если ты будешь продолжать тренироваться на том же зверском уровне, что и тренируют эти профессиональные спортсмены, ну, либо на том же уровне, на котором ты тренировался, когда тебе было нефиг делать, и ты мог позволить тебе много бездельничать и, соответственно, хорошенько восстанавливаться, вот уже этот принцип не канает, потому что ты не успеваешь восстанавливаться. И поэтому, если не поменять стратегию, то ты будешь терять здоровье, терять здоровье, будешь ненавидеть свои тренировки. Поэтому запомните, если вы ненавидите свои тренировки, либо начали ненавидеть свои тренировки, значит, что-то не так. Вот, что-то не так. Либо вы слишком много тренируетесь, либо вы слишком мало спите, либо вы что-то не то едите, и так далее, и так далее. Есть много граблей, на которые можно наступить, там и по сну, и по питанию, но очень важно оптимально выкладываться. Очень важно оптимально выкладываться и уметь восстанавливаться. Если вы сможете поймать баланс на этих двух простых вещах, это восстановление и физподготовка, то есть подобрать оптимальный уровень физподготовки. Все же обычно, когда приходят в залы чем-то заниматься, им сразу жадность, вот жадность, жаба душит, вот хочется побольше, побольше, становают 500 килограмм, хочется стать чемпионом всех чемпионов, хочется стать мега-мастером, ла-мастером спорта и так далее. Жаба душит вот прямо до невозможности. Вот жадность к результату, это не совсем хорошая штука, которая в итоге способствует потере здоровья, способствует многочисленным травмам и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, заниматься, тренироваться – это хорошо, но излишний фанатизм может, конечно же, навредить вам. Если, и навредит обязательно, если вы делаете грубые ошибки. В принципе, все, что хотел сказать. Мне как раз кто-то позвонил, сделал очень важный звонок. На сегодня все, до новых встреч!